Бьюти, бьюти, альпен бьюти. Вот мне сестра дала. Сейчас буду подстригаться на два-три сантиметра. 15 минут. Вот такой шикарный. Уже мне сейчас предложили чай, лимон, щебрец. Сейчас буду просто в шапке. Буквально на два сантиметра. Сахар, шоколадка. Все прекрасно. Я сижу, объяснила, что мне на два сантиметра. Не знаю, снимать или не снимать. Так, сижу, тут подставочка. Все красиво, все чисто, все белое. Просто прекрасно. Я, наверное, не буду снимать, до и после сниму. Тут детки. Шикарно. Ой, очень хорошо. Это значит, на прямой. Я еще бываю. Так, и челочку, да? Вот так вот чуть-чуть. Да, да, и под затылочек, смотрите. Ой, как на четко. Супер. Мальчики, я пришла домой, так сказать. Как это? Субтитры. Это что за 70-е года 20-го века? Это вообще. Ладно, я уж не стала говорить там парикмахеру, что не надо мне вот эти загогулины, все. Так, девочки, главное. И что-то она с челочкой, мне кажется, она слишком ее подкоротила. Ладно. И видите, она мне сделала напрямой пробор, ну, что я как бы не ношу, да, со словами. Вы похожи на Валерию или она на вас? Я говорю, да, да, да. Я потому что каждый раз после парикмахерской, да, после салона всегда перемываю голову, переукладываю. Потому что, сами понимаете, мы так в мир не пойдем. Так что я сейчас в душ все это, потому что смываю, потому что у меня все осело на лице, во-первых, эти мелкие волосики, да. Вот. И, естественно, все сделаю. Во-первых, я не буду напрашивать, потому что я хочу кучеряшки. Вот. И посмотрим, как будут у меня кучеряшки. Ну, а когда другой день, ну, да, конечно, она мне скоротнула. Видите, она мне сделала вот так полукругом челку. Я как бы сказала, что я на бок. Я говорю, ну, я и тут тоже люблю, ну, как бы, не поняли, наверное, друг друга. Короче, все отрастет. Все, я это не переживаю. Вот. Сейчас вымою голову и посмотрю, как завитушки у меня, да, локоны будут на такой длине. Вот. И сделаем вечерний уход. Наверное, масочку. Ну, не попробуем, а еще раз делаем, потому что я ее уже делала как-то с вами. Все. Так что сейчас в душ и возвращаюсь к вам. Значит, чем я смывала? Извините, косметику. Косметику. Не там. Не там, не сям. Я вот остаточка Милореаля купила сегодня. Магнит косметик. Новую. Так. Сейчас я молочком убираю косметику с лица. Привет экстремалам называется. Как вам длина моей стрижки? Девочки, все отрастет. Не будем печалиться. Зато конечки будут, концы не сухие, хорошие, послушные. Не сухие, сказал уже. Вот. Все нормально. Я все уложу, говорит, все хорошо. Просто меня, видите, в салоне так уложили, что это так всегда. Она так меня видит, наверное. Сейчас странно. Она же понимает, что уже никто так не носит. Тем более я пришла к ней. Я как бы без претензий к ней. Мастер очень хорошо сидел. Я пришла к ней как бы с косым пробором. Я без претензий. Девочки очень хорошие. Ну, салон, во-первых, хороший. Конечно, ездить мне туда нет. Больше я туда, конечно, не пойду. Просто то, что Алена мне подарила сертификат на стрижку. Так написано. Сумма стрижки. А с меня еще взяли 300 рублей. То есть стрижка, когда, видно, Алена покупала, была 2000 стоила. Сейчас они подняли цены с конца февраля или с начала марта 2300. А я и говорю. Так это не важно. Здесь же написано не на сумму, а на услугу стрижки. Она у вас может... Я вообще могу через 5 лет прийти в ваш салон и стрижку себе сделать. Я что, должна буду доплачивать 3000, если она у вас поднялась? Понимаете? Я просто не стала как бы психовать. Там, я так поняла, на ресепшене тоже сидит не знающий человек. Потому что, во-первых, у этого сертификата есть номер. Шестизначное число. Она, во-первых, очень долго его почему-то искала. Мне надо было просто подойти на ресепшен, отдать и сказать. Пока, спасибо. А я подошла, говорю, больше я ничего не должна. И она, видно, ей понравился этот вопрос. И она начала там изыскивать. Вот. Так, сейчас я водичкой смочу. Она начала, во-первых, искать этот сертификат. Видно сумму какую-то. Я уже оделась. Я уже стою. Мне уже как бы жарко, так скажем. Я говорю, ну так что? Вы не можете найти? Нет, 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 нет. Ой, да вот, понимаете, тогда она две тысячи стола, сейчас, значит, две триста. Ну, я ей сказала, говорю, ну это неправильно. Я, конечно, заплачу. Я как бы, ну не буду с вами выяснять. И потом она сказала. Ну, я еще начальство уточню. И если как бы вы правы, ну что я как бы, да, я думаю, что вы правы, то есть, она просто, видно, не хотела конфликта, то мы эти триста рублей положим вам на депозит и так далее. Я уж не стала говорить, что ну вы как бы права такого не имеете, потому что вы все равно держите себе деньги. Ну, сами в салоне оставили себе эти деньги, да. Вы должны были мне тогда, тогда на карточку мне перекинуть и все, и сказать, извините, вот ваши триста рублей. Какие нафиг депозиты? Я, может, гость в этом городе к вам больше не приеду. Короче, я поняла, просто плохой салон, дешевый, хороший, дорогой, потому что это считается дорогим. Везде сидят на ресепшене несведущие люди, девочки. Вот. Я просила черный чай, она мне, по-моему, вообще зеленый приняла. Ну, ладно, это, короче, я просила черный чай с лимоном, она мне принесла, по-моему, просто зеленый какой-то чай. Ладно, это я уже не это самое. Мне понравилось мастер, делала все аккуратно, медленно. Я как бы уже, я за 40 минут меня подстригли, уложили, высушили. Не то, что медленно, она аккуратно все очень делала, мне больно не было. Но в том салоне, куда я ходила до этого, я просто боюсь этого мастера. Она, да, хорошо стрижет, но как можно плохо подстричь мне вот, ну, хорошо, нормально стрижет, умеет стричь, так скажем. Но она мне вечно дерет волосы. Начиная от мытья головы, мне просто, я даже, по-моему, когда вот снимала тот раз, я даже, по-моему, говорила, Ой, больно, ну, то есть, мне больно было, она, она прям драла у этой, ну, массаж какой-то. И когда она взяла расчесочку, я только хотела сказать, ой, у меня очень такие густые волосы, сухие, они, я даже, я даже не поняла, как она расчесала это все. То есть, та мне драла просто, ну, клочья. Я помню, когда я ей что-то сказала, она такая, ну, так у вас, типа, надо же, ну, насколько, как все зависит от мастеров, это вообще. Вот, так что я, ну, как бы, понравился мастер, да, ну, то, что она меня уложила, это тоже непонятно, почему она так, как бы, я считаю, мастер должен вообще быть не на пике, там, моды, да, ну, хотя бы интересоваться. Ну, так, так, это, так как она меня уложила, я даже не знаю, ну, откуда она взяла такую прическу. Ладно, подстриглись и хорошо, главное, что я убрала вот эту длину свою, так, сейчас мы маску сделаем, такую, несмываемую на ночь, так, но под глазки я все равно, вот этот у меня крем для глаз, Женавье, от Эстель. Вот, сегодня в Питере вообще метель, я еле доехала, я прям сейчас стояла под душем 10 минут горячим, сейчас буду чай пить горячий, потому что, ой, надо было лимончиков купить, ну, ладно. Так, что это за масочка? Вот, и я, конечно, еще вернусь, я буду ходить, бродить, просто сейчас очень мокрые волосы, вот, и покажу вам, естественно, как у меня будут кучеряшки. Ну, вот они уже, я думаю, все будет хорошо. Вернулась моя длина. А, ну и, конечно, ну, может быть, вы слышали, да? А, нет, я не снимала или снимала, не сняла, наверное. Так, что это за маска? Анти-эйджинг. Ла-мисо, ла-мисо. Ой, извините. Вот, она мне уложила и сказала, что то ли я похожа, то ли на меня похожа Валерия. Ну, вы мне тоже говорили иногда, что на Валерия похожа. Да, что-то есть, курносый носик, круглые глазки, круглое лицо. Заканчивается, пишет, что много видео или что это. Что такое? Длинное видео. Так. Вот эта маска, она, видите, она как крем, ее не надо смывать. Я сейчас побольше положу. Нет, я стрижкой рада. Самой стрижкой, не укладкой. А тут как бы и не надо у меня укладывать. Никто не знает, да, женщина всегда знает сама, как ей лучше уложиться. Поэтому я там не возникала, сидела, просто ждала, пока она мне высушит волосы, сделает вот эти завихрени, тут челочку сделает. Главное, я сказала, ой, как мне нравится, чтобы у нее было хорошее настроение, все. Вот, и пошла. Одела шапку, сейчас вымыла голову. Так, сейчас я буду подходить и показывать, ну, или уже результат, когда они более-менее высохнут. Хочу еще чай попить. Так что я еще не прощаюсь. Девочки, мальчики, вот мои. Ой, какая короткая стрижечка. Девочки, плюс макияж будет во. Ну, скажите. Ну, правда же. Да нормально, супер. И даже хорошо, что она, мастер, мне подсекла чуть-чуть челочку. Во, нормально будет. Я знала, что у меня короткая, будет хорошо. Все, завтра еще. Ну, извините, я сейчас спать ложусь, конечно. Завтра встану. Пожамкую. Посмотрим, как я встану. Зато вон, все, высохло. Пока чай пила. Ну, что, давайте прощаться. Завтра утром увидите. Как завтра утром? Да. Я это видео вечером выкладываю. Вот. И завтра утром будет макияжик. С новой помадой. Я ее попробовала, кстати. Которую я купила в Магнит Косметик. Стеллари. Номер 16. Девочки, это чудо. Это вообще. Сделаю себе загар такой еще. И без карандаша. Без карандаша. Она такая. Она как будто лак какой-то. Только надо, наверное, что-то розовенькое одеть. А что у меня розовенькое? Ну да, есть такой сторочек. Но она уже такая на лето. Прямо на лето, на лето. Ну все, девочки, мальчики. Завтра будет интересный макияж. Завтра будут коротенькие локоны. Будем смотреть. Все. А на этом все. День закончен. Всем всего хорошего. Сладких снов. Доброй ночи. Думайте только о хорошем. О завтрашнем утре. Как вы рано встанете. Попьете чайку. Либо кофейку. Вместе со мной. Под меня. Или под другого блогера. Давайте хорошо начнем день. И будем хорошо работать. Ответственно. Чтобы потом. Потому что я тоже завтра еще на спорт собираюсь. Все. Я уже в коллектив. В работу. В канал. Так что я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. С умкой я поеду на работу. Буду молиться, чтобы все прошло хорошо. Я пришла на спорт. Все, девочки, мальчики. Всем хорошего отдыха. Дня рабочего. Вечером отдыха. Ну, сейчас вы ложитесь, наверное, уже спать. Скоро ляжете. Потому что вечером я выпускаю. Все. Всех люблю. Всех целую. С вами была ваша кучеряшка Наташка. Наташка-кучеряшка. Все. Всем пока.